Здравствуйте, друзья! 7 июня 2021 года, время 6.30 утра, город Чикаго, 14.30, время московское. Ну, давайте мы продолжим тему порталов, открытия-закрытия порталов и тему промежутка времени, в котором мы все находимся. Ну, как всегда, поговорим о числе 7 июня людях, родившихся под числом 7. Ну, конкретные, конкретные вот сегодня именинники находятся под влиянием Нептуна, Луны и Меркурия. Ну, и это зодиакальный знак близнецы, то есть три планеты. Причем очень интересные три планеты, которые, одна из которых, скажем, Нептун или Кету в восточной астрологии является южным узелом Луны, ну и Меркурия здесь они как-то очень достаточно похожи, то есть большая восприимчивость к идеям каких-то окружающих, то есть влияние окружающих на вас, но в то же время и вы можете влиять в меньшей степени, правда, на других с помощью энергии планеты Меркурий. Ну, и достаточно резкие какие-то высказывания могут быть, какая-то диктаторская манера в обращении с людьми, возможно, ну и обычно таким людям присущ такой-то такой идеализм, деликатность, это связано с планетой Луна, какая-то интеллект, утонченность, поэтические какие-то воображения, предвидения, предчувствия. Вот это уже связано с планетой Нептун или Кету. Склонность, очень серьезная склонность к мистицизму, ну и много каких-то мистических происшествий действительно возможно в этом вашей жизни. Не слишком какие-то чистолюбивые устремления, поскольку, ну все же вы командные игроки, но тем не менее, тем не менее, есть желание доминировать над людьми и несогласие с мнением человека, который противодействует, который имеет противоположное, скажем так, мнение, ну и достаточно сложное восприятие даже близких, родных и родителей в понимании вашего внутреннего мира. У вас свой особый внутренний мир, здесь нету особых таких круга общения, а есть просто вот ваш конкретный мир. Ну и он не всегда понятен, не всегда согласен с мнением людей. Ну а поскольку все же это Луна, то удобное место быть рядом с водой. То есть очень серьезная тяга к каким-то дальним путешествиям и особенно связанная с водой, но в то же время надо быть, опасаться различных происшествий на воде, поскольку могут быть, не зная, короче говоря, брода не лезть в воду. Это как раз таки про вас. Материальная ваша жизнь, личная жизнь может обращаться и с вами, но не самым лучшим образом. Вот это та сторона, которая связана с вашими родственниками, ближайшими причем родственниками. Далее это тоже связано с вашей личной жизнью в отношении противоположного пола. То есть брачная жизнь не слишком благоприятна, скажем, для вас. И поэтому, или именно в связи с тем, что на вас влияют эти планеты, это будет непонимание и нужно очень и очень так вам повезет, если попадется человек, который вас будет понимать. Но это все в ваших силах, вы можете такого добиться, но это будет сложно. Вот. Дальше. Деньги. Ну, вам надо копить деньги, короче говоря, поскольку могут люди пользоваться вашей доверчивостью и, соответственно, они могут, ну, использовать вот эту вот вашу доверчивость в своих целях. Поэтому деньги копите. Криптовалюту. Так. Вы будете глубоко так сказать, ну, предположительно, любить природу. То есть у вас развито чувство такого прекрасного, то есть фотография, да, природа, большой какой-то ракурс. Коллекционировать вы можете. Это, собственно, связано с людьми, которые не только родились 7 июня, но и другими людьми. То есть вы любите красивые вещи, вы любите коллекционировать какие-то необычные красивые предметы. Ну, еще раз, очень своеобразное отношение в ваших финансовых делах. Ну, имеется в виду, вот, какие-то люди, которые присосутся к вам, и вам надо их определить, этих людей. И вы доверчивы, но в то же время вы можете быть очень строги в своих воззрениях, в том плане, что если вам кто-то не понравился, то это может быть надолго. То есть это то, что называется злам памятность. Ну, вот это чувство нехорошее, поскольку то, что к вам такие притягиваются, в этом виноваты мы сами, если к нам притягиваются какие-то люди, которые на нас воздействуют. Вот. Далее, ну, вам противопоказана какая-то биржевая игра, если это связано со спекуляциями. То есть очень четко, очень конкретно, очень предметно, скажем, вам могло, ваше участие в таких биржевых операциях может быть только если руководит этими операциями какой-то честный человек, вы в нем уверены, и вы выполняете какую-то работу, связанную с этим, но не сама биржевая игра. Вот. Ну, и сохранность то, чего имеется. По вопросам здоровья, ну, влияние вашего духа на тело, вот это самое главное. Стрессы, неудачи возможны, то есть это способствует тому, следствием является того, что у вас могут быть какие-то проблемы с желудком, ну, в общем, пищевая, желудочно-кишечный тракт, я пытаюсь перевести это. Да. Подвержены приступам часто меланхолия, какой-то, каким-то нервным депрессиям, что тоже может сказываться отрицательно на вашем здоровье. Ну, простуды, легочные какие-то недомогания, расстройства кровообращения, также вы к ним, ну, как-то более предрасположены, что-то. Одежда, поскольку это все луна, то в одежде желательно иметь все оттенки, скажем, луны, то есть цвета луны, это могут быть какие-то зеленый цвет, кремовый, белый, серебристый, это все то, что связано с луной. Меркурия, это опять же светлые какие-то мерцающие тона, ну, и Нептун, все оттенки, но сизые такие, сизо-серые, но мягкие, очень мягкие, не такие какие-то очень резкие, этого вам не надо. Ну, и камни, это зеленый жадоид, жемчуг, лунный камень и брульянты. Вот. Года жизни это, ну, скажем так, отхуда? 40 давайте начнем. 43, 47, 52, 56, 61, 65, 70, 76, 85, 94. Ну, пока хвастает. Вот это важные года вашей жизни. Ну, и, соответственно, отношения с людьми, которые могли бы быть для вас, ну, скажем, брачными партнерами. Но это отдельная тема, поэтому давайте об этом не будем. Время у нас не так много. Давайте мы поговорим сейчас о нашей главной теме. Это первая часть, друзья, поэтому не волнуйтесь, мы это все будем продолжать. И речь идет вот о чем. Речь идет о том, что сегодня мы находимся в том самом цикле, мы об этом говорим на протяжении вот этих всех программ, уже сколько, 5 или 6 этих было программ. Ну, и здесь речь идет о том, что, чего мы не знаем. По состоянию, на конец апреля есть такая статистика, она неофициальная, разумеется. Ее в интернете нет. Вы не найдете ее. Но есть такая статистика, и на конец примерно апреля месяца примерно 14% ковидиотов, ну, или тех, которые уже укололись и забылись, вот они как раз таки уже упали на дно колодца, да? Вот. Их нет сегодня. 14%. Но речь идет, почему нет такой статистики, потому что очень трудно проследить, допустим, статистику смертей пожилых людей в возрасте 70 и более лет. То есть тут уже непонятно, от чего, как бы, они умерли, потому что уже возраст, как бы, есть такой от 70 и более лет. Ну, вот, таких, как бы, статистических данных таких конкретных нету, но, тем не менее, она существует. То есть речь идет о кодах. Мы сейчас говорим о кодах. И вот есть очень интересный код. Д. Еще раз, я еще раз хочу сказать о том, что коды это, ну, имеют отношение больше части к нумерологии, даже чем к астрологии. Поэтому есть такое понятие, допустим, вот когда я делаю консультации, чисто нумерологические, я использую все уже число имени, есть такое понятие число имени, и подбор имени для человека, поскольку должны все числа рождения, и общее число, и дата рождения, и число, его называют, жизненного пути, допустим, да, общее. Ну, и число имени, они должны находиться в гармонии, иначе вы не осуществите полностью ту программу, которая для каждого из нас предопределена в момент нашего рождения. на поверхности Земли. Поэтому коды, они состоят из буквок и цифр. К примеру, когда мы говорим о криптовалюте, это зашифрованный код, криптокод, состоящий из букв и цифр. Поэтому, если мы просуммируем, теоретически можно все это дело просчитать, и каждому, интересно, адресу, поскольку мы посылаем в определенный адрес, будет соответствовать этот код. Даже если он выбран совершенно случайно, с помощью компьютера и так далее, просто generated, все равно он находится в программе. Вот задача этих хекеров – определить эту программу, но они не знают, как это сделать, поскольку это связано персонально и конкретно с человеком. Здесь надо много-много факторов. Теоретически, думаю, что можно было бы не в плане там хекнуть, а в плане вот того, о чем мы говорим. То есть, есть, скажем, ну, первое, мы знаем о том, что имеет каждый вот этот препарат, он имеет свое название, правильно? Он название имеет. Это название состоит из, опять же, чисел и цифр, точнее, цифр и букв. И вот, скажем, есть очень строгий код на 22-й год. Мы находимся сейчас в 21-м году, это первый год развития, 20-й год был подготовкой, первый год развития энергии, в которой мы сейчас находимся, мы это уже знаем, слышим, многие астрологи об этом говорят. 22-й год будет продолжение развития и будет еще более максимальное увеличение, скажем, каких-то, ну, эксцессов, каких-то климатических явлений. То, что мы видим сейчас, никакое сравнение не идет с 20-м, то, что увидим 22-й, никакое сравнение не идет с 21-м и так далее, и так далее. До какого-то времени особого, ну, скажем, в течение 24-й, 23-24-25-й, там посмотрим, там будем посмотреть. Вот, ну, 22-й год, 22-й год имеет код, я имею в виду вот эти вот лекарства, которые нам предлагают, да, они имеют код 222. Но если мы, значит, возьмем, почему 222, то есть, смотрите, нам предлагают сделать две таких прививки, правильно? Две, не одну, две прививки. То есть, в принципе, код определенных, вот, я не буду говорить, каких конкретно, код, он составляет 20 месяцев, и другой, вот, другого лекарства составляет 23 месяца. Есть такое понятие Standard Deviation, или стандартное отклонение, составляет примерно 3 месяца. Таким образом, мы говорим о каком-то промежутке времени, составляющем 6 месяцев, или плюс-минус 2 Standard Deviation, плюс-минус 2, вот, таких, две такие составляющие, две таких, что ли, окна, которые каждое, ну, вот, окно составляет 3 месяца. Итого 6 месяцев, да. И предполагается о том, что количество вот этих людей, уходящих, еще раз повторяю, не потому, что это вот конкретные предметные уколы. Нет, не в этом дело. Просто те люди, которым нужно уйти, они уйдут, независимо от того, будут ли уколы, или по какой-то другой причине, или они будут находиться в зоне бедствия, скажем, там, циклоны, в день крещения, цунами, вулканы и так далее, и так далее. Вот, не обязательно, воднение, не обязательно. Но, еще раз, мы сейчас говорим о программе, состоящей из многих битвей, многих частей. Программе каждого человека. То есть, есть общая программа Земли, скажем, составляющая, есть общая программа Вселенной, правильно? Но мы ведь частичка Вселенной. Это означает, что все это применимо к нам. Существует на сегодняшний день огромное превосходство, невероятно огромное превосходство, которое уменьшается, правда, с каждым разом, но, тем не менее, остается превалирующим в очень серьезном, скажем, варианте. Но с каждым днем оно меняется, с каждым днем меняется. Имеется в виду те негативные силы, те негативные люди, которые не положено в это время находиться на поверхности планеты Земля. И поэтому им положено будут уйти. Они находятся в этой программе. Что самое интересное, и что самое замечательное, о том, что каждый человек на этот момент под воздействием программы. Но сегодня мы захотели что-то изменить. Прямо сейчас, прямо сегодня мы можем это изменить. Мы можем полностью все перевернуть. И можем выйти из-под этой программы. Это гарантированно, это точно, это везде описано. Но очень тяжело воспринимая его людьми, ну, к примеру, живущим под влиянием догм, и каких-то убеждений своих, уверенных в том, что по-другому быть не может. А может и будет. Только лишь по одной элементарно простой причине. Материальный мир, в котором мы все живем, не создан для счастья. И это счастье мимолетное, которое мы испытываем. Но у нас есть возможность все изменить. Он не создан, потому что нам дано право менять, которым мы не пользуемся. Мы просто не знаем, как. И вот если сегодня мы решим это изменить, мы это изменим. Как? Вопрос другой. Ну, мы знаем прекрасно о том, что у нас есть университет, там есть преподаватель и так далее. Вот. Дальше. Поехали дальше. Еще раз повторяю, не волнуйтесь, мы должны закончить в течение 10 минут. Потом у меня консультация. Но мы продолжим в следующий раз. Стандартное отклонение, да, составляет 95% людей, которые, ну, предположительно, могут уйти с этого земного плана. Ну, если они не изменят. То есть, о чем идет речь? Они уйдут за одним исключением. Этого статистика не предусматривает. Всегда есть какие-то пробои. Об этом уже много раз говорилось. Есть пробой в программе, а именно, и конкретно это было, Ленин, Сталин, Горбачев и много других людей, собственно, не таких значимых, но они меняли программу, потому что был пробой. Все же, все же, Всевышний хочет нам счастья и блага и просто он не может смотреть на то, что вот люди уходят с земного плана, а те, которые остаются, они об этом просто вот так вот все переживают. Ну, и иногда он допускает вот такие пробои. Так вот, через полтора-два года, после того, как мы начали выполнять предписание, ну, каких-то органов, да, о том, что нам надо, она ставит безвыходное положение, на сути дела. Если мы хотим куда-то поехать, нам надо сделать определенные операции. Это такой у нас закон. Ну, вот сегодня, да. Поэтому это наш выбор. Или мы никуда не едем, или мы делаем, да, и подвергаемся опасности с одной стороны, потому что, еще раз, вот это процент, который очень-очень высок. Но есть третий вариант. Третий вариант, который не предусмотрен программой. Нейтрализация того, что мы в себя впускали. Нейтрализация. Болезнь. Мы себе впустили раковую клетку, позволили ей развиваться, и все, она съест организм. А почему? Потому что мы не знаем, как нейтрализовать это. Сил организма недостаточно. Поэтому мы можем это сделать, но с помощью других каких-то методик. В частности, мы знаем о том, что, ну, это просто несколько отвлечений, но мы знаем, что с помощью молитв люди вылечивались со смертельных заболеваний. К примеру. Это просто как пример. Это не предусмотрено программой медицинского обслуживания, и так далее, и так далее. Это совсем другая вещь, которую не пощупаешь, не потрогаешь, и, конечно, это очень многим непонятно. Так вот. Здесь есть программа. Еще раз. Есть программа. То есть мы говорим сейчас о декабре 2020 года. И у нас есть эта программа, ну, вот этих всех мероприятий, скажем так, которая составляет... Это код. Код. Во-первых, цифра такая. 1260, сейчас не будем вдаваться в детали, 1260 дней, или 42 месяца. 42 – это код. Да? Определенный код, нумерологический код. Ну, и все это попадает на весну 2024 года. Поэтому 2021 год, 22 год, 23 год будет очень сложно в этом плане тесты, в плане тестирования этой программы. Почему? Потому что эта программа идет, ну, скажем так, если мы не будем говорить о каких-то совсем высоких материях, там, Господь, там, скажем, там, Брахмар, ну, вот этих вот людей, то мы можем сказать о том, что есть у нас некоторые планеты, откуда все это дело исходит. Ну, к планету такая, название это планеты Ориона. Вот. В планете, на планете вот такой вот Орион, да, или созвездие. Есть сущности или существа, серые, скажем, которые хотят, скажем, контролировать нашу планету. Причина, почему они хотят именно нашу планету, состоит в том, что наша планета Земля является единственным местом во всей материальной вселенной, с которой, возможно, выход, ну, в тот самый духовный мир. Других вариантов у нас нет. Нет. Ни с какой другой планеты. Ни с райских планет, ни с ангельских планет, ни с планеты даже Сатя-Лока. Нет. Есть планета Галлока-Бриндавана, к примеру, так ее называют. Это планета духовного мира, где есть Господь и его души. Да, души. Мы, то бишь. И вот, естественно, никто не хочет страдать, никто не хочет, даже если они очень могущественные люди, силы существа, высшие существа, они хотят, как и любой человек, хочет счастья, мира. Но априори, да, он должен хотеть. Вот. Поэтому и сейчас идет, и всегда шел, вот такой, скажем, энергетический канал воздействия на нашу планету Земля, для того, чтобы, для своих целей, короче говоря, вот этих серых или темных, которые живут вот где-то в районе сосреди Ариона. То есть есть, у них есть разные механизмы, как это делать, как это контролировать, да. То есть, ну, к примеру, химтрейл, да, химотрейл, химические вот эти вот трассы, допустим, да, у нас, у них есть, как мы знаем, 5G, у нас уже перестали говорить о 5G, опять G, да. Почему? Ну, уже бесполезно говорить, они живут повсюду, везде, поэтому, что толку о них говорить, и давайте мы это все. Ну, иллюзия, полнейшая иллюзия, которая и так была понятна. Давайте мы подпишем петиции, допишите хоть посинение. Они никому здесь петиции не нужны, все запрограммировано. Дальше. Не только это, дальше маски, да, конечно же. Почему? Здесь есть много нюансов. Маски разъединяют людей, под масками могут скрываться другие. Люди, маски, они с одной стороны, как бы, ну, еще раз, это же программа, поэтому их надо, конечно же, мы не можем, скажем, хотим подвергнуть себя опасностью, но снимите маску, допустим, в магазине. Хотя многие магазины сегодня, уже, в частности, у нас в Чикаго, там сняли вывески, о том, что обязательно надо носить маски. Поскольку люди вывески мало читают, то они продолжают ходить в маске. А те, кто читает, те, кто об этом слышали, они снимают эти маски, на них смотрят подозрительно. К примеру, у меня жена вчера говорит, на меня очень подозрительно смотрели люди. Я говорю, ты в следующий раз возьми табличку, напиши. вакцинирована. Ну, так она говорит, это же неправда. Я говорю, ну так, слушай, ну и что? Что неправда? Вот, вот на тебя посмотрели, а ты нос табличку ссуешь. Вакцинирована. Вот посмотрим на ее реакцию, что она будет. В следующий раз не будет смотреть подозрительно. Вот. Поэтому третье, да, еще какие тут показатели, но другие, скажем, болезни, другие пандемии, о которых мы говорили ранее, то есть флэш-итинг, но это лепра, допустим, вот сейчас уже где-то есть о том, что новая болезнь из Индии перекинулась там куда-то, куда-то, туда-то, вот, в другую страну, там кто-то как-то. Дальше здесь есть еще возможность, вероятность третьей мировой войны, все земные, какие-то климатические изменения, которые будут ускорять вот эту, вот эту программу ухода. Ну, и вот все это планируется на 20 на 20 на 21 год, собственно говоря, об этом мы уже говорили в других программах, то есть вот сейчас идет, так сказать, ускоренная подготовка, причем она уже как бы начинается, у нас следующая дата планируется на конец июня, ну, дата какая-то теоретического, надо сказать, теоретического катаклизма, которая, возможно, возникнет. Об этом не было еще речи, но я смотрел программу, которую мне показали. Программа заключается в том, что показано резкий уход, отлив, да, то есть обнажаются береговые, скажем, вот отмели образуются, то есть к морю теперь надо идти далеко, и это повсеместное явление, о чем идет речь, о чем может идти речь, точнее, речь может идти о вероятности цунами, короче говоря, в этом месте. Ну, вот, примерно так. Дорогие друзья, я благодарю всех за внимание, мы продолжим это в следующей программе. Всего доброго. Продолжение следует...